Ну что, друзья мои, все тоже 8 февраля, но вышло солнышко. Если утром еще было холодно, то сейчас так же холодно. Плюс полтора градуса. Но зато солнечно, как писал Пушкин, мороз и солнце. Сейчас я немножечко проедусь, полазуя, давайте, если хотите, в сторону моря съездим сейчас с вами. Посмотрите на поселок Зимнее время. Улица Лазарева. Я сижу в машине, у меня не мерзнут руки. Здорово. Как-нибудь съезжу в Сочи или в Краснодар. Покажу вам тоже нашу трассу Зимний берегов времени. Это привокзальная площадь, мы здесь уже ходили. Автобусы. На Сочи. Вот тут обычно под этим мостиком стоят таксисты. Шашечек вы, конечно, только на одной увидели. Обычно шашечек здесь нет. На дороге лёд. Ограничения по скорости 40. Улица Лазарева. Есть такая фантазия съездить в горы сейчас и посмотреть, как там дела обстоят. Служок там выпал, говорят. Утром мы увидели машины все, я сниму. Здесь у меня, кстати, позволяет это сделать. Так что, думаю, сейчас. Ну и посмотрим, что там. Нет, ну, конечно, когда солнце, настроение совсем другое. Хочется жить, хочется ходить. Если бы хотя бы градусов 10 было бы тепла, было бы вообще отлично. Не пугайте, все так пикает видеорегистратор. Регистратор напоминает, что камера надо ехать 40 плюс-минус. Вот этот переход, который каждый лазарь здесь на нас вспоминает недобрым словом. И вот перекресток на улицу Коварашев. Проедите сейчас с вами туда. Посмотрим. Въезд на улице Коварашев. Я, может быть, попозже выложу видео летнее. Какой-то, господи. 1 августа снималась она с видеорегистратора. И посмотрите, что творится здесь сейчас и что творится тут летом. Заодно увидите, как стоят посредники. Мне вчера дали это видео. Просто летнее видео. Вот там видно, как эти товарищи собирают урожай, так сказать, по улице Ковараша. Здесь я уже не раз, наверное, ходил. Всегда про него напоминаю. Улица, которая расположена непосредственно в близости от моря. Не знаю, видно вам моря или нет. Волны. Волны. Что? Ну, правда, уже солнечный. Поедем, прокатимся, наверное, на улицу энтузиастов Падаевского. Магнолии. Зимой и летом. Зелёные. Не знаю, понравится ли вам этот формат видео. Очень, наверное, быстро. Наверное, не рассмотришь. Ну, если что, подсказывайте, говорите. Стоит ли так делать? Лучше всё-таки ходить пешком. Вот Владимир, где нам позволяют здесь снимать комнату. Улица энтузиастов. Сегодня я слышал, российское телевидение приезжало, снимало памятник Кадаевского. Не знаю, засняли ли они пакетики с мусором, которые только что мы могли видеть. Возможно, засняли. Справа от нас Аташе. Далее, опять же, справа находится гостиница, о которой я уже рассказываю, Бристоль. безумянные гостиницы. Кстати, заметьте, здесь есть и тротуар. Хоть с левой стороны но есть и дорога нормальная. Вот что море творит-то в людьми. Может, лазит бы. Справа от нас Прометей, слева больничный двор с припасной стеной. Это уже улица Речная. Кстати, в автомобиле у меня показывают, что температура за бортом с моим градусом. Ой-ой-ой. Вот гостиница с больнорукими Дедами Морозами. Лужи здесь. Вот, если будет мороз, я посмотрю. Можно кататься на конь, ах, будет. Вот Речная. Задний. Дальше, если идти прямо под железнодорожный мост, будет улица Лазарева. Там и находится магнит. Это уже улица Адаевского. Пешеходный переход в никуда, в воду, точнее. наблюдая все эти водоемы, прям так и вспоминается рассказ про Деды Мазая с Зайцем. Это улица Адаевского. Кстати, маленький совет. Летом, теоретически, здесь можно поставить машину. Если, конечно, вы успеете. Видите, с правой стороны есть пустички. не можно постоять. Однако, видите, даже в зимний период они все заняты. Ну, и все, естественно. Много из них заняты местными жителями. Летом получится или не получится, не могу вам гарантировать. Мы продолжаем кататься по улице Адаевского. Слева от нас находится парк, но вы его не видите. но не могу я в него уехать, уж извините. Также слева поворот на улице Павлова. Тут, кажется, я уже тоже ходил и снимал. вот это улица Адаевского вдоль дорожного балла дна. Так, будем вести себя красиво. Пропустим автомобиль, который спешит. обратите внимание на небо. Февральское зимнее небо. Слева гостиница Олимп. Массивное, но невзрачное строение по улице Ушакова 16. Улица Социалистическая, где мы уже тоже гуляли. Вот люди идут гулять на пляж. Дальше, думаю, лучше нам не ехать, дабы не травмировать ваши глаза. Хотя, давайте будем показывать все. субтитры 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 субтитры